Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные тушеные кабачки в сметане. Такие кабачки хорошо подойдут как для завтрака и для тех, кто следит за фигурой. Для тушеных кабачков понадобятся сами кабачки из расчета полкило на две порции. Одна луковица среднего размера, которую нужно нарезать мелко. И одна морковь, тоже среднего размера, которую нужно натереть на крупной терке. Подготовленный лук и морковь перекладываю отдельно на тарелку и нарезаю кабачок. Нарезается кабачок небольшими кубиками или брусочками, кому как больше нравится. Очень вкусно сочетать кабачок с цукини, добавив половину кабачка из общего количества и столько же цукини. Если кабачок у вас молодой и кожица на нем тонкая, можете не счищать кожицу. А если уже переросток, то желательно кожицу очистить и также убрать крупные семена. Далее на горячую сковородку налейте растительное масло и слегка обжарьте лук до прозрачности. Как лук слегка обжарится, добавьте натертую морковь и все помешивая обжарьте еще 5 минут, пока морковь не обмякнет. Затем к овощам добавьте кабачок и, хорошо перемешав, накройте крышку и тушите на среднем огне 5-7 минут. Слегка тушеные овощи начнут выделять сок. По вкусу добавьте к овощам измельченный чеснок, 2-3 зубчика и специи. Из специй я использовала черный перец 1 треть чайной ложки, хмели-сунели пол чайной ложки и соль пол чайной ложки. Перемешав овощи со специями в конце, добавьте 200-250 грамм сметаны и все равномерно снова перемешайте уже вместе со сметаной. Настройте огонь чуть меньше среднего и продолжайте тушить овощи под крышкой еще 10 минут до готовности, не забывая при этом иногда помешивать, чтобы овощи не подгорели. Подавать к столу тушеные кабачки можно посыпав зеленью. Готовьте на здоровье, это очень вкусно и просто. Если понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Яндекс Дзен. Ссылка в описании.